МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здорово, мужики! Здрасте! А что, машинку посмотрите? Стиральную? Или швейную? С автомобилем что? Да там, короче, масло чуток долить до ручничок, подтянуть все. Сделаем. Да? Так и когда могу забрать мою кормилицу? Ровно через два часа. Все, через два часа буду. И дверью не хлопайте. Ну что, готово? Готово. О, красавчики! И сколько я вам должен? 912 гривен. А что так дорого? Так простой. Гривна, минута. Вы же должны были забрать ровно через два часа. А пришли через два часа 12 минут. Да с***** ли простой? А у вас с***** ли? Ладно, короче, вот штука. Давайте мне сдачу, да я поехал. Только бегом. Ой, а сдачи нет. С***** ли нет? Да должна ж быть. Должна? Ну, утро. Где же ее возьмешь? Ну, а разменять? Ну, можете пойти в ларьке поменять. Два километра буквально. А точнее пять. Короче, ладно, давайте мне ключи дай поехал. Машинка же во дворе. Конечно нет. Двор у нас очень неудобный. Для того, чтобы развернуться, нужно заднюю передачу включать. Поэтому мы поставили ее там, понад дорогой. Тут недалеко, метров восемьсот, вот так, в горку. Вы сразу ее увидите. Она в луже стоит. И там еще пешеходного перехода нет. Счастливого пути. Казни. Быки. Давно хотел им отомстить. Постоянно из-за них опаздывать. Сейчас мы его еще добьем. Так, где его? Визиточка его, вот она. Так. Здравствуйте. Оцените, пожалуйста, качество нашего сервиса. Да идите вы нахуй, мудаки-то, мудаки-то, чтобы вы сдохли с вашей мисточку. Спасибо за вашу оценку. Вот все-таки правильно мы сделали, что ему ручник не подтянули. А я даже ослабил. Так. Ну вот, открываю дверь в квартиру, захожу, а там все пьяные в стерку, человек 10. А ты что? Так я взял, наряд вызвал и всех в обезьянник. Ну ты красава, я бы так не смог. Правда, после этого ко мне на день рождения никто не приходит. Ну еще бы. Жена перестала разговаривать. Да. Да. Ну что, там долго еще? Не отвлекаете меня. Молодой человек, можно побыстрее, а? Вообще-то я художник, а это искусство. Побыстрее это он шарж у карикатуриста, а здесь нужно время. Ну хотя бы чуть-чуть ускориться можно? Последние штрихи. Ну вы это час назад говорили. Угу. И все. Готово. Все. Давайте нам портрет подозреваемым, пойдем его искать. Ну что здесь давайте. Эта работа стоит 300 гривен. Так, подождите. Мы же за 30 договаривались. А вы знаете, сколько сюда краски ушло? Хотя в принципе, ладно. Я могу у меня на 30 накидать. Так, что-то у него было. Угу. Две ноги, две руки, голова, глаза, нос. Ага. Рот. Еще был рот. Держите. А если за червончик, могу сказать, куда он побежал. А-а-а. Коллега, а не кажется ли вам, что этот портрет очень похож на нашего подозреваемого? Кажется, коллега. А давайте-ка его заберем в отделение, а там разберемся. Разберемся. Я понял, я понял. Уважаемый, вы настоящие ценители искусства, поэтому вот держите. И денег не надо. Держите. Служу Отечеству. Спасибо. Договаривались, так договаривались. Полиция новая. Методы старые. Только искусство вечно. Яночка, я дома. А что это у тебя под одеялом? Это что за субъект? Отойдите от окна. Чего это вдруг? Кричите. Здесь могут быть жучки. С чего вы взяли? Я агент под прикрытием. Не, ну это я понял. Да нет, вы не поняли. Я любовник вашей жены. Скажите. А вам всем агентам на задание бессмертия выдают, а? Да это по легенде. Не увидел. И хорошо. Иначе пришлось бы вам стереть память. Я вас сейчас обоих в порошок тут затрону. Тише. Я из Национального антикоррупционного единого бюро Украины. Это что, НАБУ что ли? Да, как НАБУ, только Е посредине, единое. Мы преследуем крупнейшего коррупционера. Было принято решение не доводить дело до суда, а сразу ликвидировать его. Так а я тут при чем? Из вашего окна будет вестись огонь. А мне что делать? Пока ведется операция, вам лучше собрать вещи и уехать из города на неделю. А лучше на две. Особняк. Скажите, а вы сейчас всех коррупционеров? Конечно, всех по списку. А почему вы спрашиваете? Да так. Интересуюсь. Что вы делаете? Операция начнется с минуты на минуту. Вы святое дело делаете. С коррупцией надо бороться. Уходите быстрее. Понял, все. Опа. Откуда ты узнал, что он взяточник и очень боится проверок? Ты же сама сказала, что он чиновник у тебя. Ну да. А я еще не видел ни одного чиновника, который бы не брал взято. Ну тогда начнем операцию. Начнем. На основании аргументов с обеих сторон суд решил. Все имущество нажитое в недолгом браке переходит, переходит мужу. А почему не мне? Ну потому что нельзя быть на свете красивой такой девушка и хитрой. Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит. Да здравствует наш суд. Самый справедливый суд в мире. Буличка, а может не будем разводиться? Будем. Будем. Вот ты сейчас выглядишь точно так, как в день, когда мы познакомились. Пупсяка, а может ты мне хотя бы айфон оставишь, а? А нахрена тебе айфон в селе? Там же ни вайфая, ни 3G нету. Что ты будешь в инстаграм постить? Грядки? Нет, с каким айфоном приезжала, с таким и уедешь. Да, я берег его для этого дня. Опа. Ну шо ж, почти все. Остался только силикон. Вам, кстати, пушап не нужен? Вижу, своего добра хватает. Класс. Поехали, доктор ждет. Поехали. Поехали. Здравствуйте, наш суд. Самый справедливый суд в мире. Ну, что тут у нас? Пять минут после операции, состояние стабильное. Пять минут? Да. Все, выписываем. Как это выписываем? Так, выписываем. А зачем человека держать? Дома и стены помогают, понимаете? А ему, может, на работу надо, жена, дети. Выписываем, выписываем. А, швы? Да, господи, ну что швы? Ну, лейкопластырем заклеили и все. Да нет, у него даже капельница не закончилась. Капельница – это важно. Мы тогда, знаете как? Мы тогда вот так ротик открыли. Да, пьем, пьем, пьем. Олег Петрович! Хорошо, хорошо, хорошо. А вот тут вот через поры войдет. О, все. Где я? В больнице. Ну, это ненадолго. А, как прошла операция? Операция прошла очень хорошо. Просто очень успешно. И вас уже выписывают домой. Викочка, ну вызывай такси, человек домой, спеши. Олег Петрович, если вы не объясните, что происходит, я ничего делать не буду. Мэра в больницу кладут. А у нас пластиковые окна только в этой палате. А он выделял деньги на всю больницу, потому что на остальные деньги кое-кто, кое с кем, летали в Турцию. Молодой человек, что вы тут развлеклись? Домой, домой. Давай, давай, давай. Все, вы уже здоровы. По тречком, по тречком. И ножки, ножки, ножки. Раз. Домой. Вот так вот. И вперед. На троих. Уже боеприпасы, да? Наркотики психотропные. Да, да, да. Здравствуйте. А, новенький. Ну. Здравствуй, новенький. Здравствуйте. У меня к тебе сразу вопрос. Ты деньги любишь? Ну, да, кто их не любит. Отлично. Значит, сработаемся. Будешь моим юным подаваном. Буду тебя тут всему учить. А, раз ты юный подаван, подай мне водички пока. Ага. Следующий. Здравствуйте. А, здорово. Здорово. А это... Нормально, свои. Да. Значит, мужики, у меня там три фуры элитного алкоголя. Так. Я вам сейчас даю ящик, и мы быстро все порешаем, да? Да. Нет. Не понял. Ну, мы таможня. Мы взяток не берем. А сейчас вообще ничего не понял. Я, кажется, понял. Фуры-то три, и ящика будет три. Ну, договорились? Договорились. Договорились. До трех лет лишения свободы. Типунтина язык. Вот падла какое, а. А, ну, вот теперь я точно понял. Не хотите алкоголем, да? Давайте деньгами. Штук. Хотя, ладно, три фуры, три штуки вам. Ну? Отлично. Это уже пять лет с конфискацией. Сука! Так, я понял. Все вы мне хотите забрать, да? Под чистую. Мужики, ну, давайте, давайте по-честному. У меня три фуры. Две мне, одна фура вам. Одну фуру? Да. Вам? Да. Ну, ладно. Я быстро за документами. Ай, ты что? Ученик превзошел своего учителя. Ай, красава! Как так, а? А ты какой? Институт заканчивал. МВД. МВД. Я педагогический факультет детской психологии. И практика в Киевской налоговой. Так что, учись. Ага. Следующий. Быстро! Быстро находим! На троих. Кошмар. Ну, я не знаю. Вызывали? Да. Да. Вы же папа Петрова. Правильно? Ну, я. Что случилось? Вы знаете, случилось что-то ужасное. Ваш сын абсолютно не знает историю своей же страны. Да? Фу, блин. Я уже думал, реально какая-то проблема. Да. Смотрите. А вы? Вы знаете, что он ответил на вопрос, в каком году была битва под Полтавой? В каком? Ну, он сказал, что она была в 1991-м. Оказывается, лихие 90-е и все такое. Да. Ладно, я это исправлю. Можно я запишу? Под Полтавой в 1991 году он сказал? Да. Ага. Так, ну, что-то еще? Да. Знаете, что он ответил на вопрос, где происходила битва под Полтавой? Под Полтавой? Да. Ну, это было бы логично, конечно же, и правильно. А он ответил, в Житомире. В Житомире. Взагнал, взагнал. Ладно, это тоже исправим. А вот на вопрос, в каком году была написана первая конституция украинственной? Знаете, что он ответил? Ну, вы же знаете правильный ответ. Ну, в 1700... Ну, продолжай. Ну, в 1700... Чет, нечет. В 1710-м году. А он ответил в 2001-м. Ну, я не знаю. И с этим поработаем. Что-то еще, какие-то претензии есть? Да, есть по физике. Ну? Первый закон Ньютона. Это же азы. Ньютон придумал этот закон, когда ему на голову упало яблоко. Это же все знают. Все. Ну, да. Вот. А закон Архимеда? Знаете, что он ответил на уроки? По закону Архимеда можно прогуливать уроки и пошел гулять, да? И над этим поработаем. Пожалуйста. Да. А, так. На этом все? А вам этого мало? Ты что, не можешь нормально ответить все или не все? Все. Ну, все. Сейчас. Алло? Да, здорово. Слышишь, тут, короче, надо одну историю переписать. Украины, да. Вы же сейчас учебники менять будете. О, это ваша тема. Значит, смотри, записывай. Короче, битва под Полтавой была в Житомире в девяносто первом году. Да, типа разборки девяностых. Правильно схватил. Дальше, смотри. Первая конституция Украины была принята в две тысячи первом. Не, не, законы переписывать не надо. А, не, надо один, этот, первый закон Ньютона. Что? Да я хрен его знаю, кто он такой. Из какой он партии? Простите. Что, не знаете? Блин, училки называются. Короче, наверное, пакетно они принимали этот закон. Давайте его просто зачеркните. О, и Архимеда, закон Архимеда, там, короче, напишите так, что этот закон обозначает, что можно прогуливать уроки. Да, и сессии тоже наши поржут, да. Да, ну, слышишь, а через час можешь это все решить? Ага, все, буду должен, давай. Ну, шо, бабоньки, историю мы подправили, физику подтянули. Теперь ваш выход. В смысле? Что? Оценочки в журнале исправляйте. У меня сынок, походу, на золотую медаль идет. Вот, башка, а? Молодец. Давай, давай, давай. Здравствуйте, девушка. Здрасте. Иди сюда. Нам это слово из головы вылечило. Изделие номер один. Шо? Ну, шо у нас в стране называется, изделие номер один. Если для меня, так это айфон. Какой айфон, это слово? Я его последний раз 10 лет назад произносил. Я так начальника Жека называл. Он имеет в виду презервативы. О, о. Только про начальника Жека как-то по-другому слову. Простите, а это ваша внучка? Нет, это моя лучшая студентка. А, ну, судя по тому, что вы заказали, ясно, почему лучшая. Сколько вам штук? Сколько брать? Ну, в прошлый раз мы брали 5 упаковок, и не хватило. 7 упаковок давайте. Сень. Ничего себе. Ага. Молодость вспомнил. А? А можно вопросик? А как у вас это получается еще и столько раз? А это лучше у ее парня спроси, как у него это получается. А, так вы и не для себя. Ой, нет. О чем вы говорите? Я же говорю, лучшая моя студентка. Не хватало, чтобы она на пятом курсе еще и залетела. Вот, институт окончит, кандидатскую защитит, и тогда пусть делает, что захочет. Восемь упаковок давай, чтоб наверняка пять идет. Давай старую милицию! Давай старую милицию! Давай старую милицию! Задолбал уже, а? Ну, чего ему не имется? У меня уже башка от него болит. Сейчас я его успокою. Давай старую милицию! Давай старую милицию! Давай-давай. Подпиши петицию, расформируй милицию! Подпиши петицию, расформируй милицию! Дед, ну чего ты орешь? Чего ты от нас хочешь? Надоело мне этот рассадник коррупции! Я этого так не оставлю! Даешь честную милицию! Даешь честную милицию! Да что, да здравствует новая полиция, да? Нет. Те тоже уже скурвились. Надо искать новые формы. Дед, ну ты сам лично на нас тридцать раз СБУ натравливал. Они нас проверяли-перепроверяли. Честные мы, честные! Не верю! Вот станете вы честными, я тогда перестану орать. Ну, боюсь я до этого дня не доживу. Долой! Ну, не ори ты. Ну, хорошо. Ты хочешь, чтобы мы были честными? Да. Все, мы будем честными. Слово милиционера. Слово милиционера? Да. Можешь засунуть себе в кабуру. На него даже семечек не купишь, на это слово. Оно ничего не стоит. Даешь... Дед, 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 ну не ори ты. Ну, хорошо, давай, давай мы сегодня мировую, так сказать, подпишем. А завтра мы с Петренко уволимся отсюда к чертовой матери. Да. Не место нам тут таким. Да. О, это другой разговор. Да, мы раз такой разговор у нас... Согласен, да. Предлагаю это дело отметить. Ну? Хороший у меня есть коньячок. Ну, почему бы и нет. Отменный. С хорошими людьми. Сейчас, стаканчики организуем. С большим удовольствием. Хат, мусорьок, сволочи. За что честного человека в клетку? Ой, дедуля, за распитие спиртных напитков в общественном месте. Статья 178-я. Все по закону. А, понятно, понятно. Ребят, может, как-то договоримся, а? Не, уже не договоримся. Мы же уже честная милиция. Я обещаю, если меня отпустите, я больше к вам приходить не буду. Нет. Мы сейчас никому не верим. Все под подозрением. Ну что, у меня здесь 15 суток торчат, что ли? Дедуль, ну, что 15 суток? Можно и меньше. Если ты, конечно, готов помочь честной милиции. Моей родной, моей любимой честной милиции. Конечно. Что надо делать? Сейчас объясним. Наливай. Да, деду, не надо. Да ладно, че. Да здравствуй, честная милиция. Долой нечестную полицию. Да здравствуй, честная милиция. Долой нечестную полицию. Молодец. Из всех честных ментов остались только Петренко и Креница. Но даже их начальник, коррумпированное, холмно, они мне сами так сказали. Долой, начальник, отзывай. Долой нечестную милицию. Долой нечестную милицию. Ха-ха-ха. Не попал. Не достал. Долой нечестную милицию. Долой нечестную милицию. На троих. На троих.